Право законодательной инициативы, так сказать, многие общественные организации, общественная палата, общественная палата, торгово-промышленная палата, ряд организаций вообще. Бокуратура остается главным надзорным органом для всей законодательной деятельности, поэтому она принимает участие по-любому во всех законах и так далее. Ее статус и авторитет остаются таковыми. Я вам скажу, более 90% за 12 лет законы внесены правительством области губернатора. Депутатами и муниципальным образованием в соответствии с федеральным законом. Остальных мы наделили уже полномочиями, так что здесь никак не нарушается федеральный закон. И, как показал анализ, за 12 лет одна структура внесла один закон, другая два. Иногда возвращали их на доработку и так далее. То есть количество участников законопроекта не говорит о качестве законопроекта работы. Поэтому приводится все нормально, соответственно, чтобы законы были качественные. А все структуры по-любому будут принимать участие. Через подготовку к законам, через депутатов, через министерство. Так что здесь ничего не теряется, приводится просто в соответствие. Давайте мы взоры свои обратим на 184-й федеральный закон об общих принципах организации представительных законодательных органов, субъектов Российской Федерации, который прописывает и дает исчерпывающий перечень субъектов правозаконодательной инициативы. К ним относятся депутаты, высшее должностное лицо – это губернатор, высшее должностное лицо – исполнительное младение, председатель правительства и органы местного самоправления. Правда, этот закон потом предоставляет право субъектам Российской Федерации устанавливать дополнительно по своему решению субъектов правозаконодательной инициативы. Так вот, с 2006 года мы как бы в процессе демократизации было такое веяние, чтобы расширить круг правоучастников законодательной инициативы. Мы тогда дали, начиная от представителей Совета Федерации, два человека у нас там находятся, судов, областного, арбитражного, прокуратуры, в том числе трех органов, уполномоченных по правам человека, ребенка, предпринимательства, областная избирательная комиссия, общественная палата, ТПП, торгово-промышленная палата. Вот кому мы предоставим. Но прошло 12 лет, и надо смотреть, как работают законы. И мы постоянно возвращаемся к принятым нашими законами. Ну и вот, по истечении 12 лет, когда мы с моим коллегом Кузнецовым посмотрели, ну, оказалось, ну, не работает, кому мы дали, потому что... Это речь об эффективности. Да, речь идет об эффективности. 3021 принят проектов законы за эти 12 лет. Из них 2800, более даже, 820, точные цифры называют, это приняты теми субъектами, которые определены федеральным 184-м законом, то есть губернатор, депутаты, органы местного самоуправления. 93%. И только 7% вот на остальных 10 субъектов, которые мы дали. У нас уже сложилась за 25 лет областной думы положительная практика работы над законопроектом, направляется в ту же прокуратуру для получения заключения, в общественную палату, то-то, 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 то есть на работу. Поэтому ничьи интересы здесь ущемлены не будут, если депутаты примут решение оставить за субъектами, как определено федеральным законом.